приветствую всех на канале первый обзор за долгое время не так давно я целый месяц провел в мексике я думаю кто подписан на мой телеграм-канал вместе со мной неплохо поторговали потому что на самом деле очень много хороших сделок подписывайтесь если вы не подписаны телеграм на twitter я там выкладываем довольно много новостей много интересных идей по поводу рынка и собственно говоря вот этот низ по рынку получилось поймать и поймать еще несколько движений в отдельных акциях были конечно несколько неудачных попыток но тем не менее довольно неплохо я поторговал в отпуске вернулся наконец-то домой снова большому экрану так удобно конечно за ним работать в отличие от лэптопа или от телефона и вот собственно говоря решил сделать большой обзор рынка сегодня посмотрим на основные инструменты и прежде чем начнем еще хотел бы сказать что я завел аккаунт в бусте если вы хотите поддержать мой канал поскольку google теперь монетизировать в россии нельзя спонсорство все там отмену вы можете подписаться там буду выкладывать какие-то эксклюзивные сделки начну уже в следующей неделе подписка будет стоить 500 рублей в месяц ну и собственно говоря ссылку я выложу в описании к этому видео и также скину наверное свой телеграм-канал всем кто решит поучаствовать в поддержке заранее говорю большое спасибо ну что ж посмотрим на рынок с н п п и пятницу немножко снизился ну как немножко практически на целых сто пунктов собственно здесь идет у нас отскок я думаю что есть вероятность того что он еще не закончен потому что если смотреть на фьючерс сейчас я отключу скользяшки чтобы они мешали мне кажется что здесь у нас еще пока не было пятой волны есть один два есть три предположительно у нас развивается четвертая и я так сейчас я размечаю как волну A волну B трехволновую и собственно здесь мы должны сделать импульс ну куда-то в район 460 наверное он скорее всего придет и после чего мы будем делать пять но на самом деле если посмотреть на кэш-маркет на ETF и которые торгуются только во время американской сессии то здесь в принципе видно что он пятиволновое движение уже завершено поэтому на самом деле как я писал в своем телеграм-канале я где-то здесь уже покупал путы может быть чуть пониже я не помню это районе может быть 415 по-моему где-то 414 собственно путы у меня все еще есть поэтому если мы отсюда продолжим снижаться или будем делать уже вторую волну то есть ну что-то подобное такое движение может пойти довольно низко потому что вторая волна как правило идет низко собственно говоря я от этого движения буду защищен ну и давайте наверное прежде чем смотреть на такие короткие дистанции посмотрим все-таки что у нас происходит я считаю что движение здесь вот этот импульс завершено соответственно мы сейчас находимся в медвежьем рынке и будем там находиться до тех пор пока S&P не перепишет 462 если мы 462 пройдем вверх то здесь я буду метить по SPI в зону 5000-5250 вот куда-то туда он вполне может прийти здесь для быков остается вариант что мы сделали 1,2 и еще будем делать 3,4,5 причем я скорее всего предполагаю что это будет конечный диагональ потому что ну в какую-то мощную тройку в такой ситуации как сейчас вот что-то подобное мне верится слабо учитывая то что федеральная резервная система начала поднимать ставки она вроде как у нас есть уже определенные моменты которые мы знаем что будет еще два подъема ставок на 50 базисных пунктов после чего FED вроде как собирается приостановиться я слышал такие мнения что в принципе возможно даже они снова начнут QE в сентябре если рынок пойдет дальше по тому движению которое у нас идет сейчас есть два варианта первый заключается в том что мы сделали зигзаг вниз зигзаг наверх ну и соответственно зигзаг еще один вниз это все WXY коррекционной формации и мы уходим наверх и второй вариант он собственно и в NASDAQ есть то что здесь мы сделали начальную диагональ далее сделали волну 2 и сейчас сделали 1 и делаем 2 в 3 соответственно уходим очень сильно вниз на этот случай я вот здесь наверху также еще купил колы на WIX дальний по моему сентябрьский на тот случай если мы пойдем вниз сейчас на самом деле если на WIX посмотреть он крайне низко находится и ну если будет тройка то я жду его выше 40 однозначно поэтому в принципе вот такая ситуация на что здесь стоит обратить внимание прямо сейчас если мы делаем как раз эту тройку то в принципе она может начинаться потому что есть вероятность что вот это у нас был импульс соответственно здесь мы сделали A сделали B сделали C и пойдем вниз может быть даже это WXY если переключиться на 4 часа и посмотреть расширение то здесь у нас как раз есть уровень в который мы уперлись мне хотелось бы чтобы рынок его прошел чтобы больше быть уверенным в том что действительно вот это все у нас не коррекционная информация здесь мы делаем именно импульс после коррекции уходим еще как минимум одним импульсом вверх видите 1.61.8 мы здесь сделали как раз если это у нас flat expensive когда волна B уходит за низ волны A ну тогда вполне возможно что отсюда может начаться большое снижение но основной составляем заключается в том что все таки мы будем продолжать движение вверх то есть сделаем еще один заход наверх на фьючерсе сделаем тот самый импульс потом откорректируемся ну и потом еще хотя бы одну полму будем делать вверх в общем довольно много технических сигналов на рост на рынке но тем не менее конечно общий наратив сейчас такой негативный ну понятное дело и военные действия инфляция и действие федеральной резервной системы на самом деле если вы посмотрите как вел себя спай во время поднятия ставок сейчас я попробую наложить все это дело и посмотрите так ну где она почему она не видна а вот она появилась когда федеральная резервная система начинает подъем ставок ну у нас получается какая-то коррекция а дальше все-таки у нас рынок ралирует и вот в момент когда он уже не может выдерживать напряжение тогда происходит какая-то масштабная коррекция то же самое вы видите здесь фед начинает поднимать ставку происходит небольшая коррекция далее происходит еще довольно значительное ралли в принципе ну практически всегда так и было вот здесь то же самое опять же видимо здесь где-то рынок узнал о том что федеральная резервная система будет понимать ставку откорректировался такое движение характерное и дальше по ходу роста этой ставки он еще какое-то время рос ну и потом обваливался федеральная резервная система снова начинала снижать свою ставку поэтому кто знает может быть в этот раз статистика опять же не подведет и какое-то время еще рост на рынке будет тем не менее как уже я говорил в начале видео пока 461 463 даже наверное так спай не перепишет я буду все-таки считать что мы движим рынки и ну как-то исходя из этого двигаться соответственно по спаю все понятно в NASDAQ примерно все то же самое здесь вот эту картинку которую я рисовал перед тем как вылетать из Мексики я ее оставил в принципе пока что мы двигаемся четко по тому сценарию который я озвучил то есть в принципе здесь мы предположительно сделали 1.2 1.2.3.4.3.3 поставили 4.5 вот посмотрим акции там некоторые говорят за то что движение закончилось импульс закончился в NASDAQ кстати говоря вот этот хай переписан поэтому в принципе если считать это именно таким импульсом то здесь уже нужно делать коррекционную двойку ну пока что оставлю NASDAQ именно так посмотрим на Russell вот в Russell немножко отличается картинка потому что здесь у нас есть первая импульсная волна которая началась гораздо раньше Russell начал расти раньше это хороший признак на самом деле далее у нас была двойка и мы сделали предположительно 1.2.3.4 и даже еще не завершили третью волну судя по всему поэтому здесь нас ждет завершение третьей волны четвертая пятая и после чего будет коррекция вот Russell выглядит так как будто бы рынок собирается еще порасти ну в пятницу почему рынок начал падать потому что утекла информация о том что Elon Musk сообщил своим сотрудникам что он ждет рецессию кстати говоря по поводу рецессии я также в телеграме писал что у нас была инверсия кривой доходности что как правило предсказывает начало рецессии в течение ближайшего года насколько я помню это было где-то месяца два-три назад соответственно я с Elon Musk согласен рецессия обязательно будет но вопрос когда возможно у нас еще есть полгода какого-то свободного времени может быть месяца три ну какое-то время еще есть посмотрим на Dow Jones собственно Dow Jones также сделал один два три четыре пятую еще не завершил может быть кстати четверку нужно ставить здесь возможно скорее всего предполагаю что здесь еще одно движение вниз будет поэтому учитывая то как выглядит сейчас основные индексы мне кажется что ну скорее всего в начале недели возможно еще движение небольшое вниз после чего ну вот как видите и Russell и Dow Jones нужно еще подниматься а в SPY и в NASDAQ там есть как бы свои моменты то есть если опять же смотреть на SPY который торговался во время американской сессии то ну здесь можно различить импульс но вполне возможно это все конец только третьей волны сейчас мы сделаем 4 потом 5 и тогда в принципе все индексы у нас будут согласовываться ну по поводу X я уже поговорил здесь ну довольно низко он находится поэтому если вы хотите делать ставку на UPL мне кажется лучше делать ставку на колы на VIX нежели чем на шорт рынка потому что ну VIX находится крайне низко то есть он в принципе может снизиться еще там в район 17-18 и кстати говоря еще один из сигналов про который я говорил неоднократно в своем телеграм канале может быть на видео это будет посмотрим как себя вел SPY VIX и вот этот сигнал который говорит что при более низком SPY мы видим снижение VIX то есть SPY ставит low-low low-low то есть нижний низ грубо говоря а VIX в это время также ставит верхи но в отличие от SPY все ниже то есть грубо говоря страх на рынке падает цена опускается все ниже ну и где-то здесь вот этот отскок он и должен был быть поэтому я в нем был уверен ну если на 100% процент на 90% по поводу биткоина биткоин ну у меня такое ощущение что все таки вот это движение похоже больше на коррекционное и здесь я жду еще один низ возможно вот когда рынки будут делать вторую волну в этом всем своем движении так почему меня не видно вот так я сделаю себя секунду логарифм если поставить логарифм тут очень интересный момент сейчас на биткоине посмотреть на вот этот канал в котором происходит рост предположительно 1,2,3 может быть 4,5 и мы уходим вниз а возможно это 3 и все вот это 4 мы как раз коснулись здесь границы вот этого канала и серьезный объем здесь вышел ну впервые да за всю эту коррекцию вот у нас здесь предположительно была волна A волна B если это все четверка и вот у нас опять вылетел объем поэтому вроде как технически мне кажется здесь мы сделали 1,2,3,4,5 нужно делать и тогда отсюда можно будет уходить и это будет у нас все в виде W, X, Y потому что здесь на мой взгляд все таки ну какой-то все таки трехволновый расклад плохой вариант он так же существует как и на S&P на общем рынке то что это у нас все 1,2 и соответственно здесь 1,2,3 и уходим вниз сильный уровень у биткоина находится в районе примерно 23 тысяч вот если он туда придет я наверное буду покупать MicroStrategy она кстати говоря там 40% шартов и она очень неплохо отыграла наверх я это движение попустил собственно говоря вот если будет заход внизу я не знаю откорректируется ли MicroStrategy иногда такое бывает когда мы видим сильный объем реакцию рынка но потом рынок опять притаскивает нас поближе к этому низу иногда его даже прибывает в этот момент может быть попробовать купить например MicroStrategy потому что я думаю что она будет расти гораздо быстрее чем Bitcoin вот по поводу евро доллара также ждал я ждал это движение в принципе у меня евро доллар куплен я сейчас зафиксировал половину потому что на мой взгляд тут есть несколько вариантов как посмотреть на эту движуху которая с низов у нас пошла но в любом случае здесь мне кажется что вот этот импульс завершен соответственно здесь мы сделали три волны движение коррекционное возможно это вся двойка мы сейчас начнем делать либо волну C либо волну 2 по поводу почему здесь может быть волна C потому что вот это движение оно кстати немного отличается от DXY в DXY вот этот низ был выше соответственно в евро долларе он должен был быть ниже вот этого вверх и тогда у нас бы здесь было 1,2,3,4,5 и все отсюда можно было идти но поскольку у нас здесь именно такая ситуация я пока что в евро долларе разметку делаю такую предполагаю что здесь у нас 1,2 это все 3 сейчас мы должны делать 4 потом будем делать 5 но учитывая то как резво мы прошли может быть где-то здесь я ошибся в этой разметке потому что на самом деле евро доллар в последнее время представляет довольно много проблем но циклы как раз говорят за то что где-то здесь у нас должен был случиться этот разворот как вы видите здесь несколько циклов сходится сейчас я один поставлю как раз примерно вот здесь я начал его брать но после этого был провал я писал по моему даже по телеграмм канале ну вот сейчас уже сделка вышла в плюс в принципе исходя из циклов я как раз ожидал что где-то здесь как минимум отскок должен быть в эту четвертую волну может быть даже будет разворот сейчас надеюсь покажу почему может быть разворот ну и видите как циклы работают даже вот эти вот короткие в принципе все очень четко работает поэтому на цикл я в евро-долларе обращаю внимание давайте посмотрим диксвай собственно диксвай достиг цели я оставил себе уровень 105 вот сюда он пришел и начал двигаться вниз я здесь еще предполагаю так же как евро-долларе что возможно здесь у нас будет четвертая волна далее еще один заход на пятерку после чего будет уже более серьезная коррекция такой вариант остается но здесь мы попали в уровень если предполагать что это у нас была волна волна 1 волна 3 гариф выбираем мы пришли в ровну уровень 361.8 здесь конечно можно посчитать как будто бы все движение закончилось это на все 1 2 наверное где то как то вот здесь получается 3 4 и вот это все 5 такой вариант есть и соответственно мы разворачиваемся почему такое может быть потому что евро-доллар если включить неделю посмотреть на него здесь также есть цикл который еще рисовал другим и соответственно мы сейчас должны здесь делать импульс на мой взгляд потому что это был 1 это 2 это 3 здесь закончилась четверка и пятерка она уже переписала верх третьей волны поэтому все минимальные требования по вот этому импульсу они закончены и собственно говоря здесь вполне может доллар начать довольно серьезно слабнуть во второй волне после чего будет уже серьезный рост ну собственно говоря наверное если это произойдет то рост стоит ждать такого серьезного ну либо с начала 20 с февраля 23 вот здесь у нас идут циклы но скорее может быть декабря 24 учитывая то что время еще в принципе есть для более-менее серьезного низа возможно доллар еще не закончил и эта пятая волна она вполне может увеличиться возможно это все будет только первый импульс далее будет 2 3 4 5 ну в общем здесь есть вариант здесь есть вариант в принципе что это 1 2 1 2 в 3 сейчас начинается третья волна учитывая то что здесь у нас как раз сходится очень много циклов такой вариант сбрасывать со счетов нельзя поэтому ну в общем с евро сейчас я покажу этот уровень с которым я слежу активно и внимательно который мне даст понятие того что ну как минимум 1 15 евро должны показать это если мы перепишем вот этот низ 1 0 8 примерно мы пока что до него не добрались но довольно близки то есть в принципе если 1 0 8 переписывает там уже в зависимости от разволновки я буду добирать позицию и куда то в район вот этой коррекционной формации я думаю что евро вполне может подняться по поводу десятилеток ну собственно здесь на мой взгляд есть вероятность то что импульс завершен единственное что мне не нравится слишком уж как то коррекционно все это дело снижается то есть по идее здесь у нас была первая волна вторая третья четвертая и вот это все пятая так вот эту единицу приставить почему то она улетела ну давайте посмотрим расширение третьей волны четверки куда мы там пришли вот в принципе еще и есть вариант сходить на 3 38 но учитывая то что федеральная резервная система сейчас ну дает намеки о том что еще 2 поднятия 2 поднятия ставки ну какая у нас там будет в районе 2 с чем то ну собственно в принципе рынок может откорректироваться особенно я имею ввиду десятилетние облигации если на рынке тоже какая-то паника начнется скорее всего облигации все таки начнут рост именно тело облигаций и доходность будет падать поэтому здесь в принципе может быть еще один заход наверх ну вот смотрите вот это движение предполагаю как один это два здесь у нас был такой импульс с чем-то наподобие конечной диагонали 3 4 5 ну не знаю может быть конечно пятерка здесь как-то еще удлинится потому что пока что а нет тут вниз мы в принципе пробили но давайте посмотрим на 15 минут как тут снижение идет в принципе с натяжкой конечно можно предположить что это у нас волна 1 ну какая-то такая в виде начальной диагонали ну также в принципе вот это движение на импульс не тянет потому что здесь явная тройка ну начальные диагонали могут состоять из троек здесь в принципе 3 здесь тоже 3 ну и здесь что-то подобное на 3 можно с натяжкой сказать что это волна 1 сейчас будем делать 2 ну в общем пока что склоняюсь к тому что облигации могут подрасти их тела поэтому я покупал TLT о чем писал но пока что особо не растет он сделал попытку и здесь в принципе если посмотреть на последнее движение здесь у нас был импульс коррекция здесь у нас тоже был импульс поэтому здесь у нас три волны возможно это четверка и мы сделаем еще одно все-таки движение пониже после чего будет рост ну тогда просто буду покупать новую позицию у меня по-моему колы июльские и страйк в районе 128 в принципе довольно близко мы подбирались они неплохо выросли но сейчас корректируются и здесь если посмотреть на этот TLT как он идет в канале мы видим что здесь был экстремальный выход наверх поэтому здесь мы компенсируем экстремальный выход вниз но потом я жду все-таки коррекцию наверх в этом движении поэтому если на рынке будет серьезный шухер я думаю что американские облигации вполне себе могут показать неплохое ралли учитывая то как сильно их затоптали а если кстати говоря идея с тем что когда в экономике будет не очень хорошо и федеральная резервная система переобуется и начнет кури вполне возможно как раз это так же может сказаться позитивно на всем деле ну золото в золоте есть два варианта ну один из которых это то что мы сделали а б с четвертую волну делаем пятую мы верхнюю переписали поэтому скорее всего только один два здесь как раз трехволновое движение ну и сейчас должна начаться тройка это один из вариантов второй вариант плохой для быков заключается в том что это у нас все а вот это все у нас будет движение б и сейчас мы будем делать с ну в общем собственно говоря зачем здесь нужно смотреть вот за этим низом 1753 мы проходить не должны а если мы упадем то тогда вероятность того что здесь будет флэт она возрастает ну либо в район 1 он пойдет куда-то в район 1650 либо в район 161.8 но переписывать вот этот верх в районе 1378 в таком случае золото не должно поэтому вот так вот в принципе золото я думаю в любом случае когда начнутся серьезные какие-то проблемы на рынке оно может быть в начале конечно распродастся но потом будет перформить неплохо потому что сейчас с долларом могут быть проблемы почему в принципе я не исключаю такую вероятность что доллар может серьезно терять вот эти действия с заморозкой российских активов ну ставят под вопрос вообще силу доллара как резервной валюты многие государства например Китай они начинают уже потихонечку распродавать облигации кстати говоря это тоже не очень хорошо для облигаций поэтому ставка на облигации не такая уж и явная на самом деле и вот это может как раз играть на руку золото когда будет полная неразбериха и в принципе если часть игроков на мировом рынке будет отказываться от доллара то наверное золото будет просто неплохо перфомить по поводу серебра точно такая же моя идея единственное что мне не нравится то что здесь движение в виде трех вон хочется чтобы она доделала еще один такой выпад вниз куда-то в район 18 наверное после чего по идее я жду рост потому что мне кажется что здесь у нас был импульс соответственно здесь вот мы делаем такую довольно сложную коррекцию и далее уходим наверх ну если посмотреть по расширениям волну A волну B которая у нас переписала вверх A то здесь у нас следующий уровень уровень 19.62 и уровень 16 но вот уровень который я сказал 18.6 он берет как раз если поставить построить сетку Fibonacci здесь у нас находится уровень 0.61.8 в принципе мы вот как раз ударили 0.5 поэтому отсюда так же вполне может это движение начаться и вот это все дело может выйти как еще один двойной зигзаг соответственно зигзаг здесь зигзаг наверх и зигзаг вниз это у нас все будет WXY и так далее эти буковки я помню по поводу нефти тоже она там довольно сложное движение делает в последнее время ну вот я помню что делал прогноз по нефти здесь я вижу импульс вниз он у нас не отвечен и поэтому после того как мы завершим все эту канитель канитель это началась с импульса наверх соответственно я ставлю Eren здесь Здесь у нас три волны Волна A, волна B, волна C Соответственно, это у нас A B заканчивается здесь Волна C И, соответственно, отсюда мы начинаем отвечать на вот этот импульс Мы должны сделать импульс наверх Ну, пока что у нас он уже есть Учитывая то, что вот это движение коррекционно верховолновое Значит, соответственно, скорее всего это у нас 1 Сейчас сделаем 3, 4, 5 И пойдем вниз И если предполагать, куда это дело может прийти Я думаю, что, ну, 1 к 1 нужно искать уровень Как вероятный 0,61,8 не прошли 1 к 1 находится в районе 133 Поэтому здесь, в принципе, можно попробовать спекулятивно нефти пошортить Но пока что у меня такого желания нет Потому что, в принципе, картинка не такая очевидная в нефти Что еще TNT показал? Ну, давайте посмотрим основные технологические компании Амазон, кстати говоря, в понедельник сплетанет В принципе, я как раз писал, что 2,500 он должен дойти 2,500 он дошел Началась небольшая коррекция на рынке Вызванная действием Илона Маска Здесь, на самом деле, очень неочевидная идет разметка Сложно как-то не с точностью сказать, где 1, где 2 Потому что движения такие Ну, по-разному можно разметить Но я предполагаю, что здесь где-то мы должны доделать 5 Наверное, все-таки на сплите, когда ритейл начнет покупать Здесь еще, скорее всего, будет вынос После чего будет коррекция Ну, после коррекции можно будет попробовать ее купить Поскольку Амазон я не покупал Я покупал Google, об этом писал Google как раз сделал, на мой взгляд, похоже на то, что вот он сделал импульс Потому что здесь читаются эти очертания 1, 2, 3, 4, 5 5 может быть не закончено, потому что может быть 1, 2, потом еще 3, 4, 5 Ну, где-то она там закончится И, собственно говоря, после коррекции можно будет попробовать ее выбирать По Google идее заключается в том, что Либо она закончилась, коррекционная формация A, 3, 1, 1, B Здесь прошел импульс C Либо Плохой вариант К счастью в том, что это 1, 2 И 1, 2 Ну, собственно, как на рынке Другой вариант На Амазоне, кстати говоря, мы хорошо видим Поскольку на Google там они близкие, эти низы Плохой вариант на Амазоне Покажу, что это у нас 1, 2 1, 2, 3 Соответственно, 3, 3 Мы должны делать 4, 3 И уходить в 5, 3 Ну, вот нам нужно приписать уровень 2, 711 Я тогда буду более-менее уверен в том, что Амазон еще может показать Что-то довольно интересное Кстати говоря, если смотреть на долгую размер Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что здесь мы поставили большую тройку Соответственно, по NASDAQ В принципе, у нас есть еще варианты быстро сделать четверку И пойти в пятую волну Как раз приписать эти верха Поэтому об этом не нужно забывать Это касается, в принципе, практически всех технологических компаний Мне кажется, что здесь у них большая тройка закончилась Ну, вот если смотреть на MACD Мы видим, что никакой дивергенции в MACD не было Поэтому я предполагаю, что здесь была большая тройка Мы сейчас будем делать четвертую волну Ну, находимся в ней Ну, не знаю По полу времени, конечно, она так быстро по идее не должна проходить Но кто-то нет Apple Apple держится сильнее всех Посмотрим, что он там делает Ну, Apple, мне кажется, все-таки свой импульс еще не завершил Какая-то уж, ну да, укороченная пятерка получается Поэтому вот Apple как раз говорит за то, что мы делаем уже 4 И должны еще вырасти в пятой волне Как раз на что намекает у нас Dow Jones И на что намекает Russell Microsoft Microsoft тоже там разочаровал своих акционеров Когда заявил, что прибыль уже не будет такой, как раньше Ну, здесь тоже 1, 2, 3, 4, 5 Еще один импульс мы ждем наверх Facebook Facebook, такое ощущение, что мы здесь разметку не делаем Но мне кажется, что это был у нас импульс Учитывая то, что здесь у нас пустота Ну, предполагаю, что здесь где-то 1, 2, 3, 4, 5 Соответственно, это волна ABC Либо WXY Чем даже разбираться не хочется Поэтому вполне возможно, здесь у нас начинается новое движение наверх Facebook очень неплохо выглядит По value сейчас Здесь есть несколько вариантов Наверное, по поводу Facebook не хочу сбивать голову Но я предполагаю, что здесь у нас где-то была волна A Может быть, вот здесь она закончилась Волна B И, соответственно, сделали 1, 2, 3, 4, 5 Ну, уж больно похоже это на тройку Поэтому, кто знает Может быть, здесь мы как раз делаем всего лишь четвертую волну И уходим в пятую Ну, вот если будет такая картинка Как я нарисовал То после коррекции будет очевидно, что мы еще будем делать новый низ Facebook, конечно, хуже всех смотрится Очень сильно он откорректировался Но у меня он сейчас есть У меня он сейчас есть И, ну, я жду хотя бы куда-то поход в районе 240 Может быть, даже он попробует закрыть свой гэп в этой волне B Либо уже начиная движение R Потому что если вся коррекция уже закончилась Отсюда он должен расти Ну, уж больно какая-то длинная волна C Больше похоже на 3 пока что У меня такое мнение NVIDIA NVIDIA я покупал по 152 Об этом писал Вот этот уровень как раз, который у меня отмечен Мы на постмаркете после выхода отчетности туда уходили И я там как раз купил Потому что отметили всегда этот уровень Ну, что здесь? Здесь, если не учитывать постмаркет То у нас есть волна 1 Волна 2 И такое ощущение, что это у нас 1, 2, 3, 4, 5 Соответственно, здесь импульс закончился Мы должны откорректироваться Ну, там можно будет попробовать ее купить Довольно какая-то она короткая Для того, чтобы быть всей тройкой Давайте посмотрим Даже до 1,61, 8 мы не дошли Поэтому здесь, в принципе, возможно Ситуация, что это у нас 1 Сейчас будет 2 в 3 Дальше 3 в 3 Поэтому, ну, NVIDIA NVIDIA очень неплохо откорректировалась Но у NVIDIA есть один момент неприятный Который включается в том Что если на Тайване начнутся какая-то история С вооруженным конфликтом А NVIDIA делает свои чипы у Тайвань Семикондакторов У нее могут начаться проблемы Вот И, собственно говоря, ну, не очень будет хорошо Поэтому NVIDIA я спекулятивно покупаю Продаю А в портфеле держу не толку Как раз с этой идеей Ну, как видите, 152 Это уровень у нас 1 к 1 А мы здесь, ну, что у нас было Скорее всего, A, B, C И мы пошли наверх Здесь не до конца у меня правильная разметка Посижу на дне попозже Ну и Tesla посмотрим под конец Tesla, на мой взгляд, сделала импульс вверх Поэтому здесь после коррекции жду еще одно движение вверх Кстати говоря, здесь может вполне такая Красивая разворотная информация случиться Tesla объявила, ну, вот эту вот неприятную новость О том, что она сокращает 10% своих сотрудников Ну, также есть новость о том, что в сентябре будет какой-то мега крутой Как там, ID, по-моему Когда они представят своего гуманоида Вот, и если посмотреть на то, что здесь у нас по расширению Давайте проверим Вот это у нас получается ABC Три волны, волна A Три волны наверх Ну, в принципе, в районе единицы мы начали движение наверх Поэтому все акции выглядят очень интересно В плане, что если коррекция завершилась, мы могли здесь вполне увидеть снизы какие-то краткосрочные И в ближайшие несколько месяцев, может, два-три И здесь неплохой отскок наверх Ну, собственно, вот, наверное, на этом и все Пишите ваши комментарии, что вас интересует Подписывайтесь на Boost и спонсируйте канал Потому что, ну, любая работа как-никак должна быть оплачена Это абсолютно необязательство Только для тех, кто хочет оказать поддержку Заранее еще раз говорю спасибо Ссылки все оставлю в описании Новые идеи буду писать в Телегу, в Твиттер и в Boosty что-то эксклюзивное Кстати говоря, вот у меня есть идея, которую я могу озвучить Мне кажется, Пинц неплохо выглядит Они там кого-то прикупили Очень серьезно они снизились И я вот думаю о том, чтобы покупать колы 22-е или 21-е на середину июля Если посмотреть на Пинц в Гуруфокус То, в принципе, ну, все у них хорошо С точки зрения вот этой оценки Гуруфокуса Они находятся не супер низко Определенно недооценены Проблема заключается с тем, что PE все еще дорогое Они, он показывает 40 Но они не так давно начали прибыль показывать Кстати, они показывают Гросс маржин 80% Оперейтинг маржин 13% И если посмотреть на соотношение кэша, к долгу То здесь все хорошо То есть эта компания не выглядит проблемной И вот этот анонс Снэпа Который был, когда они сказали, что у нас все плохо Он как раз обрушил все эти акции Facebook Pinterest, Google еще падал Все, кто занимается интернет-рекламой Ну, в принципе, у них тут идет развитие Правда, последний квартал, конечно, не очень хорошо Выглядит если приключиться на года Здесь такое довольно четкое развитие Причем мы видим, что и прибыль Появилась в конце этого года Но, правда, я пока что здесь еще не вижу Покупок от Гуру Ну, они отразятся Текущий, который сейчас идет квартал Только через какое-то время Инсайдера продавать вроде как бы прекращает Поэтому Pinterest, мне кажется, интересно И, ну, так он уже серьезно откорректировался Если все-таки считать то, что компания будет развиваться То, ну, где-то здесь, наверное, надо начинать уже свой рост Мы сейчас находимся на уровне 0.9 На алгоритме 0.786 Очень четкий уровень Поэтому подумаю о том, что Можно будет рискнуть и купить немножечко колов на эту компанию На этом все Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на телегу На твиттер, на бусти Пишите комментарии, ставьте лайки И до встречи в следующих обзорах